Друзья, всем привет! Лето в разгаре. В Питере погода плюс 30, плюс 34. Короче, жара. И что-то я тут вспомнил, как мы все дружно вместе ездили в Таиланд, отдыхали на Бали, в других странах теплых, в частности в Азии. Решил тут затестить азиатское пиво. Это знаменитый Чанг, Сингха и какое-то пиво с Бали. Я так подозреваю, что оно есть на Бали, но я на Бали не был, поэтому не знаю. Напишите в комментариях, есть оно или нет. Затестируем, как оно, каково это пить тайское пиво, но не в Тае, а в России. В общем, будет интересно. Оставайтесь со мной, подписывайтесь, ставьте колокольчик, комментарии. Погнали! Так, и первым на тесте у нас будет Сингха. Сингха это тайское пиво. Написано Bangkok, Таиланд, Original Thai Beer, Premium Lager. Что я могу сказать про Сингха? Почему-то многими, насколько я понимаю, в интернетах считается, что Сингха чуть ли не лучшее тайское пиво. Ну, имеете в виду из-за этих вот знаменитых тайских пив. Мне, честно говоря, тайское пиво так себе. Я склонен думать о том, что тайское пиво призвано утолнять жажду и ни на что более оно не годится. И, честно сказать, после недели в Таиланде мне уже хочется выпить какого-то пива, мне уже хочется какой-нибудь волковской ипы, мне хочется вообще, в принципе, ипы, какого-нибудь крафта, в том числе российского, потому что, ну, эту воду я пить больше не могу. Но, возможно, я что-то забыл. Возможно, вкусовые сосочки атрофировались с тех пор, как я последний раз был в этих южных азиатских странах. Может быть, в Питере у меня такое пиво зайдет, тем более, ну, как я уже говорил, в Питере жара, нужно утолять жажду. Короче, давайте тестировать. Такое пиво, некрасивое, водянистое, с пенкой, выглядит как стандартный евролагер. Ну, в запахе сахар, сало, сахар, какая-то патока или что-то типа того. Немножко солды, кстати, давайте почитаем. Мне интересно, есть ли здесь какие-то субпродукты, какая-то не соложенка в составе. Состав вода, очмины солд, фруктозный сироп и хмель. Я не знаю, зачем фруктозный сироп, возможно, что это пиво спродило до целых, как здесь написано, 5%. Это, кстати, довольно крепко для евролагера. Давайте тестировать. Ну, это стандартное пивцо, в меру солодовое, с такой солодовым оттенком. Честно сказать, да, если его пить не по такой жаре и не супер холодном. Вот это пиво, кстати, не супер холодное. Я бы даже сказал, для более приятного распития его следовало бы еще больше охладить. Оттого здесь сильнее чувствуется вкус, ароматика. Солод разной составляющей, я специально так сделал. Приятная кислинка, приятная послевкусие. В целом, довольно сухой напиток. Он сборзил до 5%, честно, в 5%, как мне кажется. Ну, единственное, что некрасивое оно, конечно. Ну, пиво и пиво, собственно говоря, лагерь как лагерь. Давайте пойдем дальше. И дальше у нас, значит, пиво Чанг. Пиво Чанг, честно говоря, я, ну, как бы, меня уже тошнило. После одной недели употребления вот этого напитка в Таиланде, я обходил это пиво стороной. Я пытался брать что угодно, только не Чанг, потому что Чанг это самое популярное пиво. Это какой-то тубор грин тайский. Оно есть везде. Ну, те, кто был в Тае, меня поймут. Куча футболок каких-то с изображением Чанга. Вот эти вот пивные башни Чанг в каждом баре, по всей округе, в каждом кафе. Короче, пиво Чанга это такое национальное, классическое пиво для отдыхающих в Таиланде. Давайте затестируем. Ну, видимо, для отдыхающих, я думаю, что он действительно очень популярный в Тае. Вот. Мало чем, я думаю, он отличается от пива Сингха. Кстати, Чанг, по-моему, самое дешевое пиво. Ну, практически. Там, какой-то есть дешевле. Ну, короче, самое расхожее пиво. Пиво Чанг. Огромная пена, перекарбонизация полная. Просто огромная пеновая шапка. Невозможно наливать в бокальчики. Кто помнит, как ставилось, заливает пиво и дают вот такие вот какие-то гандончики для бокалов. Я не знаю, это чтобы руки не мерзли, чтобы пиво не охлаждалось. Короче, мне тоже вот это вот не очень понятное тайская движуха. Кто помнит, ставьте лайк. Давайте тестировать. Значит, запах. Ну, вот он такой же, он еще более слабый. То есть здесь просто практически ничего нет. Чувствуется вот такая какая-то составляющая непонятная, картонно-бумажная. Пена все еще не оседает, что на самом деле создает некоторые неудобства. При распите давайте заценим, если здесь какая-то несоложенка. Кстати, банка на банке уже напечатано по-русски все. Вот так вот мы в Тайне ездим, а пиво тайское к нам приезжает. И уже с русским переводом на банке. Давайте посмотрим, кстати, где это пиво сделано. Вдруг в России уже локализовали пиво Чанг. Нет. Сварено в Таиланде. Состав минеральная вода, соложенный ячмень, соложенный ячмень, хмель, рис. То есть, короче, это такое американский лагерь. Лагерь в американском стиле с всякими несоложенками, вроде кукурузы. Но только тут рис присутствует. Не знаю. Короче, давайте затестируем. Ну, конечно, рис никакого не чувствуется, а вот сахар несброженный здесь остался. Наверное, только сахар, в принципе, и дает тому пиву какой-то пивной вкус. То есть, если бы оно было холодным, и я был бы сейчас на улице в жару под плюс 40, вот это пиво залесело бы у меня просто как вода. Просто бы удалило жажду. Какой-то немножко мерзотненький, мерзотненький послевкусие. Какое-то такое соленое, тягучее остается во рту. И вот этот вкус, если ты пьешь, короче, если ты выходишь на пляж, покупаешь пиво чанг, выпиваешь это пиво чанг залпом, то потом тебя еще пару часов сопровождает этот неприятный какой-то вот вкус. Где-то он на шее застревает. Короче, это не очень приятно. И в этом плане синха действительно дает фору этому пиво чанг, потому что пить его поприятнее. И остается что? Остается пиво чанг. В случае, если вы пьете пиво чанг, вам остается либо не пить пиво чанг, либо пить пиво чанг целый день, чтобы смывать вот этот вот вкус, который остается у вас во рту после выпитыва бокала. То есть, короче, конкретно сидеть на чанге. Остается либо вообще его не покупать. Перейдем к следующему напитку. Следующий напиток у нас называется Бали Хай Романтик Дэй Лагер. Значит, это, я так понимаю, балийский лагерь 4,9%. Здесь добавлен какой-то немецкий геркулес. Видимо, что-то такое в хлопьях. Давайте прочитаем. Значит, где это пиво производится? Во-первых, оно производится в Индонезии. Я не знаю, Бали это или не Бали. Ну, короче, где-то в Индонезии. Местный пивас. Я уверен, что оно есть на Бали. Но, говорю, я на Бали не был. Этого пива там не видел. Поэтому это лишь мое предположение, что это балийское пиво. Как гласит этикетка, по крайней мере. И что здесь у нас есть в составе? Есть ли какая-то не соло-жонка? Состав вода, соло, дрожжи, хмель. Хотя здесь написано... А, хобстайп, дженнис хобс, бермон, херкулес. Это так называется вот этот вот хмель, которым охмелен этот лагер. Давайте скорее затестируем. Потому что это пиво я никогда не пробовал. Какой-то аж серый какой-то... Аж какой-то сероватого цвета тело этого пива. Нестойкая пена. Обильная-обильная карбонизация. Прямо до сих пор как шампанское. Ну, да. Пахнет тоже каким-то картоном. Ребята, был, значит, технический сбой. Пришлось перевключить, переначать запись. Короче, вот это пиво. Здесь еще меньше, наверное, чувствуется вкус пива. Я имею в виду солодовый вкус, присущий хорошим лагерам и пилстерам. Но здесь больше чувствуется хмель. Он, конечно, где-то играет на каких-то третьих ролях. Его практически нет, конечно. Но где-то по сравнению с тем пивом он присутствует. Ну, по сути, ничем не отличается от предыдущих сортов вот этот пивас. В общем, ничего особенного в нем нет. Давайте, единственное, что я хочу сделать. Я бы хотел сейчас взять вот эти все пиваса. Вот эти все пивчики. И, значит, что сделать? Я бы хотел сейчас разлить их в бокалы. И посмотреть, отличаются ли они вообще чем-то по цвету. И еще раз опробовать каждый из них. Потому что, на мой взгляд, конечно, вот эта вот солодовая вода. Которые нас, значит, угощают на курортах азиатских стран. Таких, как Таиланд и Бали. Они все похожи, собственно говоря. И не несут себе никакой идеи. Такой вот цвет этих пивасов. Как видите, он практически ничем не отличается. Ну, вот, пожалуйста, это пиво. Пиво с Баби. Вот это вот синха и чанг. Собственно говоря, по цвету такие же лырки, по вкусу. Да, собственно говоря, и по вкусу-то не особо отличается. Но вот в этом пиве, наверное, как я и говорил, уже больше пивной вкус ароматики. За счет небольшого добавления хмельца. Но он очень слабый тут. А самый плохой это чанг. Отрастительно после вкуса, как я и говорил. Тягучий какой-то, железисто, притерный. И, наверное, самое нейтральное пиво синха. Действительно. Ну, лагерок, лагерок. Но здесь есть баланс. Здесь нет прямо излишнего сахара. Здесь стойкая пенка. И оно как бы покрасивше вот этих всех экземпляров. Значит, какие выводы я могу сделать? Соскучился ли я по курортам Азии? Конечно, да. Соскучился ли я конкретно по вот этим пивасам? Нет. Я лучше возьму что-нибудь даже из Балтики. Я возьму что-нибудь из российских лагерев. Я возьму что-нибудь из крафтов. Я возьму что-нибудь из масс-маркета, из другого импорта. А надо сказать, это пиво, по-моему, в районе 160 или 200 рублей стоит в той же Амленте. То есть, это очень дорого. И это определенно не стоит того, чтобы убрать. Единственное, если вы, как я, соскучились по курортам и хотели бы вкусить вот этот прекрасный вкус содовой водички, так называемого пива. Чанг-синха и некоторого Балихай. Вот такой вот обзор получился, ребята. Ставьте лайк, если вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Оставайтесь со мной. И увидимся в следующих видео. Всем пока.